здравствуйте коллеги как меня слышно видно нажмите огонек или поставьте плюсик чтобы убедиться что все нормально мы видим что все нормально в общем всем привет вкратце о себе занимаюсь тиростроением с 2003 года то есть без малого 20 лет вот как мы с коллегами шутим а пневматических тирах мы знаем если не все то практически все вот постараюсь с вами поделиться тем что в общем-то знаю сам что у нас накоплено и так что нас ждет впереди веди нас ждет начальная военная подготовка после длительного перерыва она возвращается в учебное заведение какой же она будет скорее всего она будет точно такой же как она и была раньше веселой задорной жизнерадостной вот любимый мальчишками девчонками конечно некоторые изменения во всем прошли и поменялось и методики поменялись и непосредственно самоотношение ко всему происходящему но давайте по порядку то есть со следующего года вот буквально уже с 1 января курс вступает в действие на территории российской федерации пока он будет проходить пробно но уже с 1 сентября полным ходом вступит так сказать свои права и в этот момент мы сталкиваемся с одной проблемой так как курс будет включен в программу обж у нас не хватает достаточного количества подготовленных кадров и материально-технического оснащения чтобы преподавать это все сегодня мы рассмотрим как можно это преодолеть а для начала давайте вспомним разберемся что же такое все таки начальная военная подготовка и как это было раньше следующий слайд такая страничка из википедии которая нам сообщает что нвп было появилось так под 1967 году и включала в себя строевую подготовку огневую то о чем мы сейчас в принципе будем говорить тактическую и так дальше почему мы больший акцент делаем на огневой подготовке дело в том что все дисциплины которые включают входит в комплекс начальной военной подготовки можно изучать тем или иным образом теоретической части даже в практической тоже строевая подготовку ну взяли начали маршировать что тут особенно а вот огневая подготовка требует к себе особенного подхода углубленного подхода то есть преподавать его может человек подготовленный это раз нам нужен как минимум какой-то тир это два нам нужно винтовка нам нужен автомат и так далее то есть если с наглядной агитацией мы справиться можем легко и просто повесить плакат то здесь нам необходимо провести какую-то предварительную подготовку для того чтобы было все правильно и все в общем то соответствует действительности все было безопасно практично и надежно вот и так огневая подготовка вообще огневая подготовка является одной наверное из самых основных дисциплин начальной военной подготовки вот как раз показано что она включает себя теоретическую часть где ученики проходят состав оружия гранат и прочее прочее конечно никто нам гранату не даст метать ни в школе ни за школу и прочее мы можем только ее разобрать изучить ее состав по таблицам по держать ее в руках и так дальше ну таким образом никак не получится обойти именно стрелковую подготовку потому что она требует помимо того что мы изучили материально-техническую часть она требует практических навыков и определенных умений и так на стрелковой подготовке и остановимся подробненько то есть появилось все в далеком восемнадцатом году когда владимир ильич ленин подписал декрет о всеобщем воинском обучении буквально в короткий срок множество коммунистов комсомольцев рабочих крестьян прошли обучение вот как раз в организациях вот этого всего обучи вот на этой картине художника владимир мы видим как пограничники обучают колхозников началом стрельбы мы вернемся к этой картине чуть позже нас тут на ней вот один момент будет интересовать а пока движемся дальше в тридцать втором году кстати буквально через несколько дней будет 90 лет как варшиловский стрелок стало целым социальным явлением феноменом дело в том что с 29 года по 41 награждено более 10 миллионов стрелков только вдумайтесь 10 миллионов стрелков какая вовлеченность сдавали на варшиловский стрелок целыми школами трудовыми коллективами бригадами семьями то есть иметь подобный знак на груди было почетно было заслу как уважаемо заслужено ну и так далее у детей были свои знаки то есть юрный варшиловский стрелок тоже пользуется большой популярностью свои нормы свои нормативы детей также готовили к большой взрослой жизни и к большому стрелковому пути вот прошу обратить внимание тираж 2 миллиона штук это опять же говорит о какой вовлеченности стрелкового спорта о какой о каком стремлении о какой тяге вообще в те времена наглядная агитация присутствовала совершенно везде ей было усыпано буквально все вот пример плакатов из нашего термузея каких только нет это действительно было социальное явление все хотели быть варшиловскими стрелками комплекс готов к труду и обороне точно так же таким же образом неотъемлемой частью своей держит стрельбу комплекс появился давно сейчас он возрожден то есть стрельба также неотъемлемый атрибут но в современном комплексе ГТО сталкиваемся с проблемой стрелки нужны стрелять негде сдавать мы еще как-то можем тренироваться нам негде ну об этом также позднее военные игры зорница зорница была с 14 с 10 до 14 лет комсомольцы играет орленок с 14 до 17 лет и в состав их также входит неполная разборка сборка стрельба из мелкокалиберной винтовки или пневматической винтовки кстати вот здесь вот есть вот в этом месте есть одна маленькая путаница дело в том что до 90 года пока все это дело было не прикрыто не закрыто в учебных заведениях использовали в большинстве своем для сдачи нормативов мелкокалиберную винтовку пневматические использовались исключительно как спортивного снаряда для тренировки стрельбы потому что пневматическая винтовка вообще пневматический тир он менее затратен и более распространен тем более на сегодняшний день так вот с 90 года мелкокалиберных винтовок больше не применяют и везде во всех дисциплинах указывается именно пневматическая винтовка с дистанцией стрельбы 5-10 метров вот у нас есть вот такая замечательная фотография 37 года на ней прекрасно видно три стрелка стреляют из мелкокалиберных винтовок два стрелка стреляют из пневматических винтовок ПСР Ижевского завода такая фотография хранится в этнографическом музее по-моему Санкт-Петербурга это вот у нас копия наш терммузей обладает вот такой копией Далее Ворошиловский стрелок был заменен на меткий стрелок и юный стрелок то есть с 13 до 15 лет этот меткий стрелок стреляли кстати из мелкокалиберной винтовки и 10-13 лет мальчик и девочка стрельба из пневматической винтовки в принципе то что и будет вероятнее всего в начальной военной подготовке с начала 23 года то есть вот эти нормативы вероятнее всего будут рекомендованы так и так вот такой вопрос а почему военно-спортивные игры и начальная военная подготовка так нравится ученикам почему они в этом активно участвуют вот кто как думает почему активно участвуют пожалуйста в чат у кого есть какие предложения можете высказать в чат написать чем же начальная военная подготовка и военно-спортивные игры Зорница и Орленок так нравится ученикам ответ достаточно прост да ответ достаточно прост по заявлению большинства это нравится именно за того что содержится практический практический курс в виде стрельбы разборки автомата и прочих военно-прикладных видов спорта то есть другими словами теоретическая часть нравится не очень а вот практическую любим мы все даже после школы готовы бегать в тир и в свободное собственное время продолжать совершенствовать свои навыки потому что нам это нравится возвращаясь к начальной военной подготовке союза советско-социалистических республик все изучалось в большинстве своем вот по такому замечательному учебнику и вот в раздел в курс огневой подготовки включалась материальная часть автомата Калашникова то есть здесь разборка состав и прочее подготовка автомата к стрельбе другими словами снаряжение магазина патронами стрельба из мелкокалиберной вот поэтому она у нас зачеркнута теперь все это перевелось в пневматическую винтовку и соответственно основу правила стрельбы ведение огня из автомата предусматривалось исключительно в отдельных случаях если была такая возможность например шефская воинская часть могла обеспечить старшеклассникам выезд на свой учебный центр на полигон и дать им в общем-то пострелять даже возможно бросить гранату итак если например вот ту же гранату мы можем изучить как говорилось ранее по какому-то плакату показавшись чего она тут состоит объяснив как она стоит дав покрутить в руках запал выкрутили кольцо даже подергали что-то и прочее прочее то для того чтобы взаимодействовать с автоматом одного плаката нам крайне недостаточно вот прекрасная фотография мне нравится как раз как она демонстрирует что что любовь к оружию на совершенному всех вот девушка кадет разбирает автомат причем скорость показывал какую-то рекордную итак об автоматах больше всего возникает вопрос какой автомат выбрать для того чтобы можно было его разбирать собирать ответ однозначен совершенно любой АК автомат Калашникова они бывают с прикладом бывают без приклада бывают с дульным тормозом компенсатором вот как например АК-74 и без дульного тормоза компенсатора как АКС и АКМ так как дульный тормоз компенсатор отсутствует и пенал в некоторых автоматах отсутствует по правилам проведения спортивной разборки сборки эти два элемента исключаются чтобы уравнять все шансы у тех кто участвует в этих соревнованиях итак этот плакат у нас в принципе все дублирует то есть мы видим что пенал не вынимаем дульный тормоз компенсатор не скручиваем это нам необходимо только в том случае если мы автомат готовим к чистке если проводим спортивные турниры спортивные соревнования эти два элемента они бесполезны кстати при проведении спортивных соревнований чаще всего используют оценивают только разборку так как это наиболее динамичный вариант данного процесса мы все таки относимся к этому как к спортивному соревнованию поэтому смотрибельно наиболее динамично это именно разборка автомата а собирать автомат можно даже ассистенту в качестве обучения и прочее так вот мы подошли тоже замечательные фотографии мне нравятся дети увлечены и вот два вопроса зачем это нужно и чем это вообще может быть полезно это часто приходится видеть в интернете вообще в личных беседах зачем какую пользу дает разборка автомат калашникова какую пользу приносит там снаряжение магазинов ну что его там взяли разобрали собрали ну какую такую это специальную пользу дает вот этот навык ну начали его разбирать быстро все оказывается достаточно просто если относиться к этому никак к чему-то такому специальному военно-спортивному а если рассматривать это не более чем обыкновенную игру то получаются вот такие вот результаты забавные первое улучшает внимательность и это правда попробуйте снарядить патронами магазин не имея внимательности у нас ничего не получится у нас все сорвется развивает мелкую моторику с этим тоже невозможно не согласиться тренирует мышечную память однозначно и главное дисциплинирует любое обращение с оружием оно дисциплинирует когда это начинается с 10 лет это дисциплинирует от и до и так что нам необходимо сделать для того чтобы организовать турнир соревнования по разборке сборке автомата или в данном случае по снаряжению магазина патронами кстати люблю вот такой вот забавный показывать фокус иллюзию у меня в руке один типовой магазин от автомата Калашникова на 30 патронов есть второй вот такой вот он мы видим что он чуть больше вот на сколько ну допустим на 35 на 40 патронов весь секрет кроется в том что мы берем вот так руками меняем который был меньше становится больше пробуем еще раз пробуем вот так о магия не верьте глазам своим они способны врать причем сразу на ваших глазах маленький большой хлоп маленький большой люблю показывать детям вот этот замечательный трюк они всегда радуются итак что нам необходимо для того чтобы организовать турнир по снаряжению магазина автомата Калашникова патронами нам необходим патроны нам необходим магазин нам необходим секундомер нам необходима ведомость но без ведомости мы можем обойтись ее проще распечатать патроны нам как угодно то ли придется где-то найти у кого-то попросить то ли нам придется их приобрести магазин также нам придется приобрести или что-то ну вложения небольшие но радости огромное количество куда бы ни ехали беру с собой один-два магазина с патронами вот стоит их только положить на парту нехотя их берут в руки ровно через 10-15 минут появляется кто-нибудь кто начинает это делать достаточно шустро и проворно буквально через какие-нибудь там 20-30 минут сами дети устраивают турниры между собой это действительно увлекательная вещь кажется что она бесполезная но на самом деле это увлекательно итак мы подошли к самому затратному самому хлопному хлопотному хлопотному части начальной военной подготовки или начальной стрелковой подготовки это тир давайте разберемся какие они бывают какие они существуют итак пневматический тир это место специально приспособлены для целевой и учебной стрельбы это понятно это какое-то некое помещение в котором есть мишень в котором есть винтовка в котором есть какой-то огневой рубеж или мат если мы стреляем в положение лежа в последнее время получили распространение электронные тиры то есть замечательная вещь в качестве тренировочного варианта но имеет единственный недостаток так она не передает всей натуральности процесса по сравнению с пневматикой если пневматики мы переломили винтовку вставили пульку винтовку зарядили прицелились выстрелили даже почувствовали небольшую отдачу даже чуть-чуть какого-то какого-то вот какой-то настоящий то в электронном тире этого к сожалению нету это не более чем симулятор но его существенный плюс то что любое совершенно помещение не специально подготовленное пойдет для того чтобы его там установить его там эксплуатировать и получать соответственно все замечательные стрелковые навыки и вот отдельным особнячком у нас стоит новинка тренажер термастер л его назвали тренажер павлова в честь ивана петровича павлова помните это уж так мы шутим как собаку павлова да то есть на интуитивном обучении как раз основан принцип вот этого тренажера то есть его суть так где у нас мы наверное да мы об нем поговорим позднее у нас будет чуть позже в следующей тематичке а так в двух словах то есть это некий массогабаритный макет винтовки который нам позволяет совершенно без тира тренироваться учиться и совершенствовать свои навыки и вещь действительно замечательный пока он не в серии пока он так выполняется только мелкосерийно но надеемся в ближайшее время он будет подхвачен и пойдет в серийное производство и будут большинство школ я думаю даже все будут им обеспечены потому что штука действительно уникальная за несколько секунд за несколько минут стрелки вернее новички превращаются в осмысленных стрелков прямо на глазах то есть взял нажал позднее расскажу как это работает все интересненько и так вот такой замечательный пневматический тир на 4 стрелковые позиции конечно о таком тире любое учебное заведение или физкультурно-здоровительный комплекс могут мечтать все красиво современно безопасно но что делать если бюджет ограничен а делать уже что-то нужно и делать что-то не просто нужно а делать нужно уже совсем вот на днях давайте посмотрим что же нам нужно в принципе для того чтобы организовать тир в самом его простом проявлении а нам нужно дистанцию стрельбы 5-10 метров вообще тренироваться можно на дистанцию на любую даже даже наверное с 5 метров начинать практически практичнее ну это совершенно не важно то есть дистанция стрельбы 5-10 метров нам необходим пулеулавливатель плюс мишень почему мы говорим мишень плюс пулеулавливатель мишень это обыкновенное бумажное изображение там сделано типографским образом кстати вот вот мишень номер 8 в натуральную величину именно такая мишень почему-то все думают что она большая она огромная с такими вот кругами в нее легко попасть на самом деле она вот такая вот этот черный кружок всего-навсего 31 миллиметр 3 сантиметра вот и вот туда вот в самый в самый центр его практически не видно вот там есть десяточка то есть эта бумажка нам необходимо ее на чем-то зафиксировать то есть нам нужен какой-то пулеулавливатель пулеулавливатели бывают отражающие бывают поглощающие мы об этом позднее к этому дойдем а так в принципе нам нужен пулеулавливатель нам нужны пульки свинцовые благо такого добра на валом нам нужен стол парта это у нас тоже в достатке и нам нужна пневматическая винтовка мы рекомендуем винтовки ижевского производства мр-512 ну или их старый первоначальный вариант иш-38 в некоторых школах даже иш-22 попадаются ремонтировали недавно для одной из старинных старых школ нашего региона там даже иш-22 были замечательные винтовки в прекрасном состоянии удивительно как они их сохранили вот мы их отремонтировали ревизию провели то есть дали им вторую жизнь все будет замечательно делалось все на совесть то есть еще раз нам нужен нужна мишень это мы печатаем на принтере нам нужны пульки это мы приобретаем в магазине нам нужна стол парты у нас есть винтовка пневматическая без нее нам не обойтись никак она нужна в любом случае вот кстати фотография тир в семье изи развлекательный тир вот мало кто знает что в развлекательных тирах Советского Союза можно было сдать норматив и получить значок юного стрелка вот пример организации тира в семье изи в СССР это было так то есть пришел пострелял получит значок не хочешь стреляй по развлекательным мишеням в развлекатель предeston от тренировка то есть тренируемся с получением удовольствий захотели почувствовали что мы готовы давай стрелять по бумажным мишеням кстати вот бумажные мишени находятся такие вот огромные экипы они устанавливаются вот всего вот три пулю улавливатели то есть это фронтальные пластины на которые ставятся вот эти бумажные мишени. Все остальное это развлекательный тир. То есть фактически, если мы хотим организовать учебно-тренировочный тир, нам нужны всего-навсего вот эти три элемента и вот эти бумажные мишени. Вот замечательный тир. Это североморский кадетский корпус. Конечно, все современно. О таком тире можно мечтать. К такому тиру нужно стремиться. Но пока о другом. Вот в одной из школ проводили игру-зарница. Внутришкольную. И вот устанавливали вот такие вот мишенные панели для того, чтобы провести турнир по стрельбе. Перед тем, как стрельба начиналась, задали вопрос. А умеют ли стрелять и не улетят ли пули куда-нибудь в сторону? Он говорит, да нет, конечно, умеют. Ну, в общем, снабдили вот такими вот двумя панелями. Вот сейчас посмотрим в увеличенном виде. Вот мы видим, как стена получилась обстрелянная. Вот здесь все. Ну, вот видим вот здесь. Какие замечательные результаты. Только вариант в другом. Стрелять необходимо было вот по этим мишеням. То есть вот это все. Это вот все разброс при стрельбе вот сюда. Другими словами, прежде чем доверить винтовку с пулькой ученику, его нужно научить правильному прицеливанию, чтобы у него было понимание, куда целиться, как нажимать, чтобы вот этого всего не происходило. Если у нас происходит вот это, значит, как говорят летчики, тренируемся на земле. Нужно стрелку дать гимнастическую палку, и чтобы он из нее каким-то образом тренировался. Ну, благо сейчас пришел стрелковый тренажер лучевой, который позволяет это все решить прямо в кратчайший срок. Так, вот показан на этом слайде 73-го года учебный диафильм. Он учил тому, как организовать тир для сдачи комплекса ГТО. Вот как раз мы видим 25 метров под мелкашку. И вот здесь мы сталкиваемся опять с одним вопросом. Часто приходится отвечать на один и тот же вопрос по звонкам из регионов. Какой материал использовать для задника тира? Вот в большинстве книг старых, также вот видим в диафильме, мы видим деревянный щит. То есть мишени устанавливаются на деревянный щит, а сзади них находятся стальные щиты, наклонные, для исключения рикошета пули. Так вот, все это замечательно в случае с мелкокалиберной винтовкой. Пневматическая винтовка, дистанция не 25 метров, а как мы говорили ранее, 10 метров, и дерево неприменимо совсем. Дерево необходимо исключить, дистанцию необходимо сократить, огневой рубеж необходимо изменить. Из мелкокалиберной винтовки стреляли в большинстве своем из положения лежа. Все нормативы сегодняшнего дня из пневматической винтовки регламентируют стрельбу, рекомендуют стрельбу из положений сидя, из положений стоя. То есть здесь у нас должна быть или стойка для стрельбы стоя, или стол парта и стул для стрельбы из положения сидя. Лежа больше не стреляем. Кстати, на этот вопрос тоже часто приходится отвечать, как организовать стрельбу лежа. Отвечаю, никак. Ее больше нет, так как мы применяем пневматическую винтовку, она не подразумевает стрельбу Лежи. Ее даже взводить неудобно. Данный слайд нам прекрасно демонстрирует взаимодействие пули с различными материалами. Мы провели вот такой краш-тест, который показал, что можно применять, что нельзя применять. Итак, лучшим вариантом считается сталь толщиной полтора-два миллиметра. Вот это вот двоечка сталь, пульки об нее бьются, отскакивают буквально на расстояние 15-20 сантиметров и падают на пол в виде крупных, добротных лепешек. Они подметаются, собираются, утилизируются, и все прекрасно. Кровельная сталь, оцинкованная толщиной 0,7, по-моему, миллиметров, 0,5. Видите, что с ней происходит. То есть она проминается, пулю держит, пуля ее не пробивает, но деформируется. То есть после нескольких сот выстрелов надо представить, что здесь будет. Это одна сплошная такая вот чеканка. Фанера. Несмотря на то, что во многих книгах, старых журналах юный техник рекомендует использовать фанеру, ДСП, дерево и прочее. Вот фанера 9-мм, по-моему, или сколько. Она простреливается насквозь. Если одну пульку она в состоянии еще удержать, то как только попало несколько пулек в нее, они пробиваются насквозь. С обратной стороны большие расколы. С деревом несколько иная ситуация. Часть пулек стопорится в древесине, там, где волокна мягкие, но как только попадает смола, пуля с дичайшей скоростью улетает обратно. То есть возникает рикошет, который может травмировать стрелка. Дерево применять для задника категорически не рекомендуется, даже не то, что не рекомендуется, запрещается. Но самое ужасное это ДСП. Одна из пуль, позднее я сброшу канал, наш информационный канал, там это все будет предоставлено, можно посмотреть видеоролик детально, как ведут себя пули. Так вот, при стрельбе в ДСП, причем, когда уже мы закончили съемку, и как всегда уже оставалась последняя пуля, причем сняли очки, сняли очки, и как тот случайный хлоп, вот эта пуля из какого-то вот отверстия отлетела самому стрелку в лоб, хорошо над глазом, влетела в лоб, так, что пробила кожу. Вот, если бы попал в глаз, была бы трагедия. Поэтому ДСП ни в коем случае, и при проведении каких-то экспериментов и прочих, исключительно защитные очки, берегите зрение, это очень-очень серьезно, проверено на себе. В качестве временной меры можно использовать кордуру. Это такой тканный материал, который используется для изготовления спортивного снаряжения. Кордура в два слоя держит пулю, вот видим, что отметки остаются, но она не пробивается. В качестве временной меры можно использовать. В качестве постоянного задника это непрактично, потому что она рано или поздно все равно будет нарушена ее целостность, поэтому временные меры от постоянной это сталь, однозначно сталь. Так, ОСБ, так же как фанера, разрушается, пробивается насквозь. Отдельная тема монолитный поликарбонат. Это не оргстекло, это монолитный поликарбонат, то есть материал, который выдерживает даже пулю с пистолета Макарова. То есть наша задумка была такая, что мы им прикроем какие-то цветные картинки и соответственно у нас будет замечательный красивый тир, который никогда не оббивается и все чудесно. Но вот видим, каждая пулька оставляет на поликарбонате, она его не разрушает, но оставляет вот такие следы. То есть опять же через несколько сотен выстрелов, а это меньше одного стрелкового дня, это все превратится в один сплошной набой и потеряет свою привлекательность и ту основу, ради чего все это задевалось. И вот замечательный вариант это резиновая крошка. То есть из вторичной резины, из покрышек автомобилей изготавливаются вот такие вот замечательные коврики, которыми отделываются спортивные площадки. Если ее использовать в качестве пулю-улавливателя, то пуля в нее входит и остается там внутри. Единственный недостаток, рано или поздно это место будет усыпано пулями, ему ходить будет некуда, придется смещать куда-то в сторону, но опять же в качестве временной меры поглощающего пулю-улавливателя все совершенно замечательно. Вот на этом рисуночке из книжки Воронина и Королькова стрельба из пневматических винтовок. Это была книга 60-х годов. издательства ДСААФ Мы видим, как можно изготовить совершенно простенький пулю-улавливатель для того, чтобы использовать его в обыкновенном школьном классе или в коридоре, где угодно. То есть для того, чтобы организовать стрелковый кружок, стрелковую секцию, нет необходимости сразу бежать и создавать какой-то огромный тир. тир. Тир это хорошо, но начать можно из простого, начать с мелкого шага. Нам необходимо всего-навсего одна винтовка, один пулю-улавливатель и мы в принципе уже можем тренировать стрелков, готовить стрелков. Кстати, самый простой пулю-улавливатель, что можно предложить для того, чтобы здесь и сейчас уже заработано. Берем обычный лист железа, стальной лист толщиной 2 мм. Закрепляем его на стену, на магнитиках цепляем мишень. Вот, кстати, мишени рекомендуем использовать формата А4. На принтере напечатали, не нужно ничего вырезать, ничего, так как в зачет идут 5 мишеней, мы рекомендуем использовать такую мишень комбинированную, такой бланк комбинированный, где 5 мишеней будут результативных, а 1 на 3 выстрела пристрелочные, то есть стрелок попробовал, определился и уже результативно. Тогда не будет возникать никаких споров. Так как только вокруг десятки возникает несколько выстрелов, тут же возникают спорные ситуации, как это устроено, почему я вроде попал, а у меня там 2 пули пролетело в одно отверстие. Чтобы этого не было, одна пуля в одну мишень. Итак, берем стальную пластину, закрепляем на стену на магнитике мишень, стреляем, пули оставляют отметки, отлетают, тут же падают, подметаем, в принципе, все работает. Для того, чтобы стену не травмировать, делаем чуть побольше вот эту пластину, а мишень занимает у нас меньшую часть с полями. Но для того, чтобы не попадать куда-то дальше, нужно предварительно правильно поприцеливаться, научиться держать верный вектор. А можно ли научиться стрелять без стрельбы, без натуральной стрельбы, без ведения огня? И вот мы вернулись, как обещал ранее, к картине Владимирова «Оборонный день в колхозе». Что мы на ней видим? Мы видим, как колхозница прицеливается из винтовки и совершает какие-то тут действия в сторону непонятной штуки. А что это такое? Это мишень с отверстием по центру. Инструктор находится сзади мишени и через отверстие наблюдает за тем, как испытуемый, обучаемый производит правильное прицеливание. То есть выстрелов не совершаем, а по крайней мере куда нужно стрелять для того, чтобы не попадать в стену, а попадать в мишень, мы осваиваем без единого выстрела. На сегодняшний момент запросто можно использовать такой вариант точно так же, если мы находимся в обыкновенном классе, у нас совершенно ничего не оборудовано, чтобы никуда не попасть. Вот по такому варианту можем тренироваться прекрасно для именно начального уровня. Конечно, серьезной стрелковой подготовки это не даст, но основам правильного прицеливания это научит от ИДО. Но на сегодняшний момент мы возвращаемся к лучевому стрелковому тренажеру Термастера. То есть это реальный массогабаритный макет, в который установлен лазерный лучатель, сохранен настраиваемый прицел, что позволяет нам регулировать его и обучать регулировки прицела установлен звуковой сигнал, электронный спусковой крючок и источник питания. То есть никаких выступающих элементов проводов ничего нет, все находится внутри этого инструмента, этого агрегата, регистрация попаданий производится визуально, визуально визуализацию дополняет звуковой сигнал. Взведение не требуется, компьютер соответственно не нужен. то есть другими словами как это работает? Работает это все достаточно просто. Стрелок садится или встает, прицеливается, нажимает на электронный спусковой крючок и в реальном времени видит свой луч. Другими словами это можно назвать некой лазерной указкой оформленной форм-фактор вот такого массогабаритного макета. То есть прицелились на спусковой крючок нажали и увидели точку. Дальше происходит магия. Мозг сам мгновенно интуитивно понимает что ему нужно сделать и буквально через несколько нажатин на спусковой крючок практически любой стрелок ну наверное бывают и тяжелые случаи но нам пока этого не попадалось любой стрелок становится совершенно осмысленным он понимает что он делает он понимает куда и как ему необходимо прицелиться как правильно это сделать так как прицел у нас настраиваемый то мы можем обучать стрелков даже настройке подстройки прицела инструктор его сбивает задача стрелка его восстановить привести к нормальному бою винтовку а так как луч у нас видимый то нам данные приспособления данный лучевой тренажер позволяет проводить даже стрельбу на вскидку то есть интуитивная стрельба на вскидку опускаем вниз то есть как в детстве говорили по-ковбойски это совершенно реальный вариант вот этот тренажер вот в течение нескольких часов позволяет обучиться именно стрельбой на вскидку мозг мозг сам на уровне мышечной памяти на уровне не знаю на рефлекторном как это происходит но происходит магия происходит на самом деле это уж так мы в шутливой форме называем магия но она происходит итак возьмем винтовки новые на штык флажки и с песней стрелковой пойдем кружки Владимир Маяковский писал так 95 лет назад история возвращается 90 лет назад вот буквально послезавтра будет 90 лет исполниться как ворошиловский стрелок появился вот 95 лет назад как Владимир Маяковский агитировал всех вступать в стрелковые кружки так как НВП возрождается и мы выяснили что военно-прикладные виды спорта особенно стрельба являются ключевыми и знаковыми в связи с этим можно прогнозировать массовое появление стрелковых кружков как только появился тир появилась возможность стрелять обязательно появляется масса желающих которые это хотят делать в свободное в личное время во мне урочную программу то есть раньше стрелковые кружки организовывались при учебных заведениях при трудовых коллективах шефских организациях и так далее в среднем в кружок входило от 10 до 15 человек думаем что буквально со следующего года может быть с 24 это будет повальное увлечение и так как организовать стрелковый кружок если мы не знаем ничего вот мы дошли до самого интересного мы подготовили мобильное приложение по начальной стрелковой подготовке если сканировать вот этот код на телефон заходим на страницу вернее скачиваем мобильное приложение на свое устройство и у нас в доступности получается полностью все содержание всего что только есть хотим настроить винтовку прицел винтовки нажимаем смотрим как у нас получается хотим устроить турнир по разборке автомата нажимаем открываем смотрим как и так далее то есть это целая специализированная программа она первая то есть мир ранее такого не видел надеюсь что мы ее доведем и над ней работы ведутся то есть она постоянно совершенствуется на сегодняшний момент это можно сказать пилотный проект но все уже работает этим можно пользоваться но встает вопрос что делать если у нас не хватает кадров по личному опыту могу сказать что нужно обращаться напрямую в ветеранские организации вот замечательная фотография как раз атмосферная фотография передающая суть происходящую да вот так усмотритесь в эти лица всем интересно это 18-й год в нашем городе мы проводили городское мероприятие посвященное 100-летию пограничных войск и было предложено провести в рамках концертной программы ну то есть тут сцена отдельно была провести вот такой военно-спортивный военно-прикладным видом спорта что-то у нас была разборка автоматов по-моему наматывание портянок что-то там еще такое организовывалось вот обратите внимание с каким интересом с какой вовлеченностью к сожалению ну это один стол то есть там еще были вот эти все люди им вот вот это им интересно и для того чтобы вот это все состоялось что было сделано на сегодняшний момент практически в каждом населенном пункте существуют первичные организации Российского Союза ветеранов Афганистана пограничных войск ВДВ и прочее то есть время прошло бояться этого не стоит это раньше были отчаянные парни купающиеся в фонтанах там нарушающие общественный порядок на сегодняшний момент это все несколько отошло в прошлое на сегодняшний момент данной ветеранской организации инициативную группу данных ветеранских организаций составляют как правило серьезные образованные люди многие с боевым опытом и прочее которые от души именно искренне от души могут в качестве факультативных занятий дополнительных занятий каких там еще оказать оказывать не только по сильным содействиям оказывать еще и шефскую помощь у нас например именно так и происходит то есть есть несколько подшепных классов есть несколько подшепных школ в которых проводятся какие-то занятия именно посредством с привлечением ветеранских организаций но в принципе кто может лучше рассказать или показать на собственном примере как это делается кроме как непосредственный участник того кто это все знает поэтому повторюсь не стоит ни в коем случае бояться данных организаций выходите на них смело приглашайте предлагайте люди в большинстве своем приходится общаться подобными организациями из разных регионов российской федерации в один голос все говорят мы готовы мы хотим ветераны всегда в старую поэтому будем надеяться что это сила вот это вот бойцы невидимого фронта они окажут свою идеологическую мощь именно в подготовке начальной военной подготовке подрастающего поколения и все получится я думаю это нужно каким-нибудь конечно нормативным актом закреплять и прочее но пока вот так вот исключительно на инициативе на внутренних договоренностей но совершенно реально это все работает и существует и вот мы подошли к самому главному это контактная страница если сканируем вот этот код то переходим на тирсовет мы создали информационный канал на яндекс зене который позволяет совершенно любому человеку разобраться во всех тонкостей начальной стрелковой подготовки изначально канал рассчитан на руководителей стрелковых кружков и кадетских классов российской федерации но канал доступен для всех поэтому он бесплатен сюда могут зайти кто угодно и пользоваться этой информацией она принадлежит народу если будут какие-то вопросы вот по этим координатам можете обращаться в любой момент решим любые технические вопросы дадим любую консультацию порекомендуем что-нибудь если встанет вопрос о организации игры проконсультируем от массовой уличной организации от нескольких тысяч человек до внутришкольной в рамках одного спортзала и такие варианты есть так что с задором на несколько часов все погрузились и счастливы и довольны вот и мобильное приложение о котором я вам рассказывал можно сканировать по этому коду то есть презентацию вебинара можно будет скачать по ссылке и соответственно все что я тут наговорил носит исключительно поверхностный характер о том как подготовиться к следующему году надеюсь что в ближайшее время будут более узкоспециализированные узконаправленные вебинары если встанет такой интерес непосредственно по каждой тематике по каждой тематике можно говорить по многу и по долгу сегодня постарались сделать все чтобы было максимально доступно подготовиться повторюсь к следующему учебному году на этом в принципе у меня все если есть у кого-то какие-то вопросы готов на них незамедлительно ответить спасибо до новых волнующих встреч всем всем пока удачи учитесь стрелять метко сергей подождите был вопрос вот смотрите от Игоря Волкова снайперов кто-то готовит вопрос маленько не почину дело в том что мы занимаемся начальной стрелковой подготовкой а снайперы это более углубленное то есть этим занимаются несколько иные организации с другой компетенцией всем пока нечего пока нечего